Что помогает не останавливаться? Не замечать усталости? Не пасовать перед трудностями? Что помогает создавать? Дает творческий драйв? Вдохновение? Когда твое произведение нравится зрителям И через него ты передаешь вдохновение огромной массе людей Когда то, что ты делаешь, нравится тебе самому И толкает к новым смелым решениям Когда в голове рождается образ будущего проекта И ты живешь и дышишь им, как воздухом Вдохновение – это наша энергия Кино – это наша страсть Чтобы создавать и совершенствоваться Нам нужен постоянный источник вдохновения Сегодня я расскажу вам о своем Я поговорю с вами о вдохновении Я поговорю с вами об очень крутом инструменте Который позволяет быстро черпать вдохновение Который позволяет классно находить референсные кадры Интересующие вас И этот инструмент только-только выходит Он только сейчас появляется Он бесплатный пока Но есть свои нюансы у этого Он находится в бета-версии Я сейчас вам все расскажу, покажу И если вам повезет стать участниками Бета-тестирования этого инструмента Вы уже сегодня сможете пользоваться тем Чем будут пользоваться через месяц-два Все голливудские и более-менее серьезные колористы Это очень крутая штука, которую я откопал И я вам сегодня про нее расскажу Поехали, посмотрим на экран Итак, друзья Это ресурс, про который я вам сегодня хочу рассказать Этот ресурс называется ShotDeck ShotDeck.com Ссылка будет в описании На данный момент проект находится в бета-статусе Поэтому он бесплатный Но чтобы на текущий момент получить к нему доступ Нужно оставить заявочку через сайт И вам ее либо одобрят, либо не одобрят Соответственно, если вам ее одобрят Ну, они чаще всего одобряют все заявочки Потому что сейчас режим бета-тестирования происходит Значит, вам одобрят заявочку Вам придет письмо с паролем на почту И вы тогда сможете зайти Когда этот ресурс выйдет из статуса беты Он станет платным, подписочным Не знаю, сколько будет стоить Но на текущий момент попробовать к нему подключиться можно Потому что это самый крутой источник вдохновения Покраски видео и для съемки видео Которые на сегодняшний день есть То есть здесь офигенная история с поиском Можно искать свободными фразами, названиями фильмов, чем угодно Что из себя представляет ресурс Давайте мы отправимся в Browse Movies И мы здесь увидим огромное количество фильмов По которым здесь есть ключевые кадры Которые отражают стилистику данного фильма Если мы пойдем в Browse Shots То мы просто можем в целый мир погрузиться Значит, здесь на данный момент Все кадры, которые есть на сайте Отсортированы по наиболее популярным Здесь можно выбрать дату релиза фильма Дату добавления на сайт Алфавит, непорядок, все что угодно Выбрать представление по размеру Такое, как вы хотите Целый кадр на весь экран Можно много маленьких Можно вот таким вот образом По фильмам отсортированное Я чаще всего пользуюсь вот такой раскладкой И дальше теперь самое прикольное Поиск, да Давайте начнем набирать, например, Blade Runner Оп И он нам сразу выдает Вот по фильмам, пожалуйста, Blade Runner 2049-17 года Или старый Blade Runner Да, мы можем выбрать, например, 2049 И мы с вами сразу видим Во-первых, информацию о фильме Кто режиссер, какая информация Да, мы можем посмотреть его полную версию Сразу где-то в iTunes и так далее, и так далее И мы видим огромное количество Хайрез Высококлассных шотов Из этого фильма Соответственно, мы можем выбрать Любой из них Предположим, вот этот Мы видим опять кучу всей информации Мы видим теги При нажатии на него мы можем искать Теги здесь суммируются То есть ты можешь добавить Блэдранеру еще и что-то Какое-то еще слово Он будет искать тебе специфические кадры Ты можешь выбирать по типу кадра По типу освещения По времени дня Те референсы, которые именно тебе нужны Если вы работаете под заказчика, например Это идеальный способ Быстро подбирать референсы для заказчика Например, мы хотим Ну вот мы можем там Добавить его себе в избранное Что еще мы можем сделать? Мы можем посмотреть его в полном размере Бах! Пожалуйста! Размер этой картинки На самом деле Значительно больше То есть это с блюре Все сделано с блюре Грубо говоря Вы берете эту картинку Тащите к себе в дави через зов И просто повторяете шот Вообще без проблем Мы можем взять И поискать что-нибудь другое Мы можем отключить этот фильтр Мы можем сказать, например Джокер То есть вы можете взять Любой тип кадра, который вам хочется Джокера фантастическая, конечно Цветокоррекция Даже не цветокоррекция Покраска Стилистика Вот этот кадр Бомбовый совершенно Здесь надо понимать Что когда вы Смотрите на Конкретный фильм И хотите его повторить Нужно разбираться Реально Как он был снят Потому что если вы Вот здесь вот написано Резолюшн На что он был снят Какими линзами он был снят В данном случае С Джокером Например Повторить Вот это вот Кремовый Такой вот Кремовое Боке Практически Невозможно То есть его можно Фейково повторить Но в реальности Вот это достигнуто Это мягкость За счет того Что при съемках Джокера Использовалась Линтажная оптика Которая Ну нам Простым смертным Она недоступна Практически С точки зрения Сейчас я найду Кадр Ну вот Например С точки зрения Вот этих кадров Здесь вот Это Практика Лайтинг То что У вас Свет попадает В Кадр Вот это Лампы Использовались Разного Времени Производства Разного Уровня Старения Чтобы была Разница Реальная Между тем Как они светят Вот если вы Посмотрите На этот кадр Смотрите Эти более Желтые Эти более Белые Вот этот кадр Смотрите Вот эти Вот лампы Которые Висят В кадре Видите Они как бы Разные Это более Яркое Это более Темное У них Немножечко Разный Оттенок Это сделано Реально На съемках Потом смотрите Здесь у него Видите Какой Циановый Блик Здесь у него Желтый Блик Очевидно Что это Сделано На съемке Отсюда Теплым светом Отсюда Светит Грубо говоря Мы можем Вот это Попробовать Повторить В Да Винче Мы можем сделать Направленный Источник Отсюда И сделать Чуть более Теплым Эту сторону Отсюда Сделать Чуть более Холодным Потому что Хайлайт Целиком Мы не сможем Править Потому что Здесь у нас Хайлайт Совершенно Одного цвета Здесь Хайлайт Совершенно Другого цвета Можно ли Это сделать Можно Будет ли Это Ну Прямо Настолько Естественно И вкусно И насколько Это все Будет Отражаться На реалистичности Особенно В динамике Если у нас Сложный кадр Вот эти Динамические Маски Как они Будут Отрабатывать Это Большой Вопрос Я не К тому Что Ограничения Могут Вообще Не позволить Повторить Кадр Я К тому Что Эти Ограничения И то Как кино Было Сделано Очень Важно Учитывать Когда Вы Пытаетесь Повторить Тот Или Лук В том Числе Если Вы Управляете Процессом Съемки И Если Вам Например Заказчик Говорит Я Хочу Джокера То Сразу Надо Ставить Его Перед Фактом Надо Объяснять Как Это Должно Быть Снято Для Того Чтобы Получился Джокер Поэтому Еще раз Возвращаясь К Основной Теме Виде Вы Видите Это Просто Фантастика То Я Могу Теперь К Слову Джокер Добавить Не Знаю Давайте Попробуем Например То Что Добавить Машина Например Бум И У Нас Появились Кадры Где Есть Машины В Данном Случае Вагон Тоже Считается Транспортным Средством Видимо Ну Хорошо Давайте Попробуем Что Нибудь Еще Джокер И Найт Теперь Мы Видим Только Те Кадры Из Джокера Которые Относятся К Ночному Времени Давайте Совместим Это С Например Интерьер Выберем Интерьер Бум Исключительно Интерьер Вообще Нет Внешних Кадров Давайте Экстерьер Выберем Пожалуйста У нас Куча Уличных Кадров Пошла По Джокеру И Именно Ночных Круто Круто И так Можно Вообще С Любым Фильмом Мы Можем Ну Грубо Говоря Давайте Уберем Джокера Бум Мы Получаем Все Ночные Кадры Снятые Не В интерьере Из Всех Фильмов Отсортированные По Популярности В данном Случае Пожалуйста Можем Поменять Принцип Сортировки Логика Примерно Понятно Обалденный Совершенный Ресурс Местами Даже Не везде Но Местами Есть Возможность Посмотреть Короткий Фрагмент До После Вот Этого Шота Что Происходило В фильме Здесь Появляется Такая Маленькая Кнопочка Значок Кино И ты можешь Нажать И у тебя Откроется Маленький Кусочек Превью В низком Качестве Но ты можешь Понять Как оно Работает Как в этот Момент Двигалась Камера Свет И так Далее То есть Очень Интересная История Получается Давайте Например Мы скажем Нам нужна Ночь Нам нужен Экстерьер И нам Нужен Джон Вик Тоже Очень Крутой Фильм С точки Зрения Цвета И пожалуйста Мы получаем Все ночные Кадры Которые На данный Момент Есть С Джона Вика Давайте Уберем Ночь Пожалуйста Сюда Добавились Дневные Кадры Классно Классно Удобно Удобно В общем Я надеюсь Что у вас Получится Получить доступ Я не думаю Что у вас Остались сомнения Нужно ли вам это Я надеюсь Что ребята Не будут слишком Сильно выбирать Цены Когда они выйдут В продакшен Но пока что На данный момент Отправляетесь На главную Страницу Шрэпдэк И здесь у вас Будет Очень понятная Форма С которой Можно получить Доступ Отправите Заявочку В течении Мне в течении Там буквально Трех-четырех часов И одобрили Я надеюсь Что у вас Будет плюс-минус Так же Вот такой Ребята Крутой инструмент Я очень надеюсь Что вам Это было полезно Что вы вдохновились Все бегом По ссылке В описании Пробуйте Регистрироваться На шрэпдэк Честно говоря Не знаю Сколько это все Добро будет стоить Когда они выйдут Из беты Но пока можно Давайте пользоваться Дальше будем действовать По ситуации Я думаю Что потягим Посмотрим Значит Все ссылочки На предыдущее видео Этой серии Куда видишь В описании Там еще куча Всякой гемноты Ссылочка На мой онлайн Магазин Тоже в описании Заходите Там в конце Есть подписка На рассылку Очень полезную Как только там наберется Какое-то достаточное Количество людей Рассылка начнет работать Никакой рекламы Там не будет Только Ценность Только конкретная Полезная информация Которая будет Трасловать Только именно Для подписчиков Рассылки Ну и в принципе Если вы хотите Поддержать канал И получить что-то Полезное взамен Пожалуйста Приобретайте Товары из магазина Те, которые вам нужны Джокеровский лук Там появится Уже очень скоро Озерковский лук Там уже есть Сегодняшний день И есть профили Для удаления Шумов С Мавика Про Первой модели И Мавик Про Второй модели Вот это очень полезные Штуки Плагин нет видео Версия пятая Уже все обновлено И я вас очень прошу Поддержать это видео И остальные видео Этой серии Лайками Комментариями Я хочу от вас Получать обратную связь Отскажите мне Что вам нравится Что не нравится Может быть Вы хотите Какие-то конкретные Луки Еще посмотреть Еще что-то В этом духе Поэтому пока Мы движемся Вот в таком На темпе Примерно парочка Видео в неделю Давайте пишите Будем корректироваться Плюс-минус Через неделю Я уже могу внедрять То, о чем Меня попросите вы Поэтому давайте Активнее общаться В комментариях Всех обнимаю До скорой встречи В новом видео Субтитры создавал DimaTorzok